Привет! Сегодня я расскажу о мультиварке, так как это отличная помощница на кухне. Для людей, которые работают, это находка. И для мамочек, которые сидят дома, это особенно экономит время. Прежде всего, это, конечно, экономия времени. Это самая важная функция этой вещи. И, например, когда вы спешите на работу, вам часто некогда готовить завтрак. Для этого вы берете на ночь, запускаете режим молочной каши. И у вас утром уже готовая кашка, которую вы просто насыпали, покушали и все. Полносили энергии. Также с детками, мамами, просто запустили борщ на тушение или какой-то плов. И все, и пошли гулять с ребенком. Вам ничего не нужно делать, вы пришли, пообедали готовой едой и уложили спать. Так, расскажу вам немного о функциях моей мультиварки, то есть о режимах. Например, режим гречка. Что я на нем готовлю? Непосредственно каши. Это гречка, рис. Получаются идеальные разваристые, как вот из печи, да, русская. Особенно гречка, если ее сделать с лучком, мясом, маслом, ну сразу. То это просто как из духовки, как из печи. Она такая пышная, рассыпчатая, в то же время настоянная. В общем, это нужно пробовать. Так, по сути, гречка, рис, то есть любые крупы, даже можно фасоль. Рис для суши я готовлю на режиме гречка, конечно же. На режиме плов, готовится непосредственно плов, также крупы с мясом всякие. И, ну, блин, больше ничего. На режиме выпечка готовится вся выпечка. То есть бисквиты получаются намного пышнее, чем в... В этой микроволновке, в духовке, в микроволновке, неважно. А намного пышнее. Также я там делаю вот эту творожную запеканку пышную. В общем, на выпечке все. Кексы, какие-то пироги с мясом, там, с рыбой, неважно. В общем, все, что можно. Картошку с мясом. На что хватит вашей фантазии и интернет-рецептов. Также на режиме молочная каша, соответственно, варятся все молочные каши, кроме манки. Честно говоря, я не пробовала еще варить манку, но мне как-то незачем ее проще сварить на печке. Наверное, быстрее. Я не знаю, потому что, на самом деле, манную кашу, говорят, нельзя сварить в мультиварке. Но я не пробовала. Вот. Варила там овсяную кашу молочную, пшенную, в общем, пшеничную. Какую только можно придумать, рисовую, там, речневую. Вот. Это все ставится на таймер, можно без таймера, как угодно. Далее. На режиме тушения. Холодцы. Все, что долго тушится, все, что требует долгой какой-то разварки. Также вот борщи супы получаются тоже, как из печи русской, да. Они вот такие... Вы забрасываете все сразу, вот, на борщ. Это не то, что вам нужно все отдельно, постепенно, как вы в кастрюле. Вы сразу же, допустим, на режиме выпечка, если хотите, зажарку, да, сделали зажарку прямо в мультиварке. И туда же побросали все сразу, и капусту, и картошку. В общем, все, что вы в борщ или в суп ложите. И потом поставили режим тушения полтора часа, и ушли гулять. Приходите, у вас отлично сваренный блощ или суп, и абсолютно неразваренная картошка, неразваренная капуста. Вот оно как-то варится так, что получается идеально. Ну и про варку на пору, думаю, рассказывать не надо. Это все, что угодно. Рыба, мясо, котлетки, в общем, все, что вы на пору делаете, или можете делать, или хотите делать, вы можете делать это в мультиварке на пору. Даже варить яйца. Показываю вам саму мультиварку, ее внешний вид. Здесь вот я лопатку поставила, беленькую, которая уже расплавилась на обычной сковороде с помощью мужа. Но на самом деле я и не пользуюсь для кастрюлек мультиварочных, потому что... Вот я пользуюсь силиконовой, потому что она не царапает ее. А пластмассовая, специальная, она все-таки ее царапает больше. Значит, здесь находятся на панели кнопочки с названиями. Там подогрев, выключитель, таймер, меню, время приготовления, старт, ну и все режимы. Далее, сбоку здесь классная штука, которая собирает водичку. Когда вы крышку открываете, конденсат стекает по крышке и собирается сюда, а не на стол. Что очень хорошо. Так, дальше. На крышечке находится сам клапан. Клапан это паровой клапан обычный. Здесь должна быть еще резиночка, но дочка мне ее порезала. Я буду заказывать новый клапан. Теперь, так, клапан. Открываем крышку. И здесь мы видим кастрюльку. Вот эту вот. А внутри у нее находится вот такой подпружиненный, подпружиненная штука. В этой штуковине, по-моему, находится термодатчик, если я не ошибаюсь. То есть, это сам нагревательный элемент. Он у меня, конечно, уже грязный за все эти годы, но я боюсь как-то его в абразивном чистить. Противность работы самой мультиварки несложна. То есть, когда вы нас... Почему она сама выключается? То есть, она сама определяет время приготовления, допустим, каши. Вы ставите гречку, например, или рис. Заливаете водой и закрываете, включаете режим гречка. На этом режиме что происходит? Вода кипит. Внутри она кипит медленно. Ну, то есть, температура 100 градусов, да, кипение воды. Термодатчик определяет эту температуру, просто, что она 100 градусов. Как только температура понижается, то есть, кипение воды прекратилось, она вся впиталась, правильно? И как только термодатчик определил, что температура понизилась, он ставит там 8 минут на таймере, показывает, и отсчитывает назад, и выключает мультиварку. Вот такой простой принцип действия, но гениальный еще. Крышка мультиварки тоже имеет нагревательные элементы внутри, как я поняла, кстати, очень недавно. В общем, я это обнаружила совершенно случайно, и оказалось, да, у нее еще есть нагревательный элемент в крышке. Классно, кстати. Вот, крышка вот прорезиненная, тоже уже вся грязная, ну, нет, просто уже не отмывается в еле всякие эти самые, но это не страшно. И еще есть такая вот штука, корзинка пароварочная, да, она, сейчас я покажу, вставляется вот таким образом. То есть сюда наливаем водички чуть-чуть, вставляем корзинку, сюда раскладываем продукты, закрываем, включаем варку на пару и вяжу сюда в воду буряк, сверху картошку с морковкой, закрываю, и у меня готов винегрет. Мультиварки бывают разных фирм сейчас, в моей мультиварке уже, наверное, больше трех лет точно. Когда я покупала свою мультиварку, не было тогда еще никаких, кроме панасоника, поэтому я особо не заморачивалась и взяла, как у всех. Предварительно, конечно, изучив, зачем она мне вообще нужна на форумах, и по восторженным отзывам решила себе купить и не пожалела. Сейчас же намного больше стало моделей мультиваров, то есть я знаю, что итальянские даже фирмы выпускают, и те же, и Филипс, по-моему, выпускают. В общем, очень много Муминекс есть. То есть вы можете изучить также информацию на форумах, потому что очень много людей стало покупать другие модели и пишут свои отзывы. Там разные функции, разные какие-то режимы, у кого-то что-то есть, у кого-то чего-то нет, у какой-то модели. И вы можете для себя определить, что вам необходимо больше. Также, что хочу сказать про Panasonic. Вот Panasonic недавно читала форумы, буквально месяца два назад, о том, что последние модели Panasonic стали более, ну, барахлить, что ли. То есть какие-то программы у них перестают работать. Или, ну, что это такое. Я сейчас не буду вдаваться подробностей, потому что это было такое поверхностное чтение, то есть какие-то отзывы на разных форумах о том, что сейчас вроде бы хуже стали по качеству именно в каком-то электронном плане, да, я программировал именно Panasonic, новые модели мультиварок. Поэтому вы изучайте этот вопрос, если у вас возникло желание, и решайте для себя, что вам нужно. Также хочу сказать про чашу мультиварки у Panasonic. Антипригарное покрытие, оно не очень качественно, не очень крепко держится. То есть ее вам хватит, ну, где-то на полгода интенсивного использования. По крайней мере, в моей мультиварке и вот эти серенькие чаши, которые я предварительно показывала вам. Я... мне это уже вторая чаша. Я себе первую... использовала ее года два, наверное, то есть оно уже дно ее было полностью до алюминия сдерта. Но я ее использовала, потому что она была пригодна, пригорала не катастрофически. Вот. Я ее отправила в, по-моему, город Томск. Такая фирма есть, Сибавар. А, в общем, кому интересно будет, я потом могу информацию дать. То есть там ее полностью ободрали покрытие сверху и снизу. И эту чашу заново, как бы, более прочное покрытие, более прочное покрытие нанесли. Антипригарное. Я ее жду сейчас по ссылочке, когда она придет, я вам покажу эту чашу, обязательно протестирую и так далее. Вот, в принципе, все, что я, наверное, хотела рассказать о мультиварке. Всем до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok